Всем привет! До недавнего времени тонкие техпроцессы считались малореальными, а теперь седьмой уже в продаже, пятый в тестовом производстве, а под третий закладываются с завода. Через 4-5 лет он тоже станет доступен. В прессе все чаще мелькает аббревиатура EUV. Сегодня посмотрим, что это такое и как это связано с новыми техпроцессами. Нанометры давно перестали отражать прогресс в изначальном виде. Если мы сравним 65-нанометровый транзистор с 32-нанометровым, то разницы в два раза мы не увидим. В реальности кремний застрял где-то на уровне 20-25 нанометров, и только сейчас появилась возможность заметно продвинуться вперед. Современные процессоры известных брендов производят контрактные подрядчики или чипмейкеры. Раньше в этом списке была AMD, но она избавилась от производственных активов, и теперь Intel это Intel, а AMD заказывает процессоры у чипмейкеров. С одной стороны, можно не думать о производстве и выбирать лучшего подрядчика. С другой, значительная часть дохода идет мимо кассы. Подрядчики соревнуются между собой, оптимизируют производство, снижают себестоимость, чтобы предложить лучшие условия. Кто первый внедрит новый техпроцесс, получит больше заказов. Но оказывается, разные подрядчики используют одинаковое оборудование одной фирмы, ASML, которая производит сканеры для литографии. Такие сканеры работают на базе вторитаргонового лазера. Луч проходит через фотошаблон, и по системе линз падает на пластину с фоторезистом. Это светочувствительный полимер. Согласно шаблону, получается рисунок. И далее в несколько этапов формируется слой процессора. Чем более современный сканер, тем тоньше техпроцесс можно создать, что дает сокращение размеров чипа, энергоэффективность и низкую себестоимость. Однако возможности таких сканеров давно исчерпаны, и производители идут на разные оптимизации, чтобы дальше сокращать нанометры. Например, двойное экспонирование, когда вместо одного фотошаблона используют два, дополняющих друг друга на одном слое фоторезиста. Или двойное паттернирование. Это поочередное создание двух дополнительных рисунков через пару фотошаблонов. При этом фоторезист наносится дважды. Оба способа приводят к удорожанию производства, поскольку требуют больше операций, матриц и материала на каждый слой. Стоимость одних только фотошаблонов – несколько миллионов долларов. Но и эти методы устарели. Для достижения 10 и 7 нанометров с высокой плотностью размещения транзисторов требуется до 4 проходов на один слой. Себестоимость настолько возрастает, а качество падает, что, например, Global Foundries отказалась от 7 нанометров на существующем оборудовании. Чтобы двигаться дальше, нужен новый сканер. Как водится, если внимательно присмотреться к передовым западным технологиям, то можно заметить русского. Банин Вадим Евгеньевич, физтех, директор исследовательского подразделения ASMA. Из формулы видно, что если сократить длину волны, разрешение на выходе снизится. Был разработан сканер на экстремальном ультрафиолете с длиной волны 13,5 нанометров. Такие сканеры позволяют за один проход создать 7 и 5 нанометров с высокой плотностью. 3 нанометра тоже возможны, но с другой оптикой, которая появится в 2021 году. На самом деле, экстремальный ультрафиолет разрабатывали последние 20 лет, параллельно с существующей технологией производства. И вот буквально сейчас, во втором полугодии, пойдет в серию свежая модель 3400С, эксплуатационные параметры которой отвечают в массовом производстве. Число обрабатываемых пластин в час вырастет до 170. Посмотрим на сканер подробнее. Здесь интересен каждый узел. Начнем с того, что излучение с длиной волны 13,5 нанометров – это почти рентген, и оно поглощается воздухом. Поэтому теперь все операции должны происходить в вакууме. Оптические линзы тоже поглощают жесткий ультрафиолет. От них пришлось отказаться и заменить на зеркала. Но обычные зеркала также рассеют лучи. Были разработаны специальные многослойные отражатели, способные работать с определенной длиной волны. Производятся в Германии на заводах Zilz Group. Волна частично отражается от каждого слоя толщиной в несколько микрон. Общий КПД набегает 70%, а 30 рассеивается. Для такого КПД зеркала должны быть идеально ровными. После нескольких отражений до мишени доходят всего 2%. И это создает новую проблему, которую долго решали. Для высокой производительности нужен источник излучения на 250 Вт. Чтобы получить такую мощность, требуется лазер, усиленный до 20 кВт. Концентрируется он в одну точку на капле олова диаметром в 30 микрон. И за миллионную долю секунды разогревает ее до полумиллион градусов. При таких температурах металл мгновенно испаряется, распадаясь на плазму, которая излучает нужную длину волны. Излучение отражает параболический рефлектор, который также выполнен из многослойного отражателя, диаметром более полуметра. Чтобы получить постоянный поток излучения, испаряют 50 тысяч капель олова в секунду. Выстреливают их со скоростью 100 миль в час. При этом перед основным импульсом идет предварительный, который плючит каплю, чтобы получить больше выход излучения. Неудивительно, что столь сложный источник с подобными параметрами выводили на заданную мощность несколько лет. Но и сейчас проблемы до конца не решены. Жесткое излучение, свободные электроны и не сгоревшие части олова повреждают поверхность рефлектора. Его частично защищают потоком водорода, но все равно требуется периодическая замена. А это остановка производства. И UV-сканеры не могут работать 24 на 7, только 80-90% рабочего времени. Остальное уходит на обслуживание и замену поврежденных компонентов. Время безотказной работы генератора капель только в этом году составило 1000 часов, что все еще мало для промышленного оборудования. При этом производительность последней модели в производстве 155 пластин в час. Тогда как у DUV-сканеров прошлого поколения свыше 200. С масками тоже возникли сложности. Теперь она должна отражать, а не работать на просвет. Малейшее загрязнение поверхности, а это может быть пылинка всего в несколько микрон, искажает проекцию, что повышает уровень брака. Такие загрязнения сложно следить. Поэтому была разработана ультратонкая защитная пленка, прозрачная для экстремального ультрафиолета на 90%. Частицы остаются на ней. Также в ближайшее время потребуется новый фоторезист. Он должен отвечать взаимоисключающим требованиям. С одной стороны быть высокочувствительным, для того чтобы работать с низким излучением и в малом разрешении. С другой быть достаточно устойчивым, чтобы удерживать структуру и иметь низкую шероховатность края. В итоге при 7-нанометровом техпроцессе всегда есть небольшой процент дефектов. При 5-ти нанометрах количество таких ошибок существенно возрастает, и требуются новые материалы для фоторезиста. С кремнием тоже есть вопросы. При переходе на 5 нанометров от финфетов придется отказаться. Их заменят гаофеты. Samsung разработал собственную идею на базе нанолистов. Но принцип тот же. Транзисторы вырастут вверх еще больше. Теперь, зная некоторые подробности производства, можно предположить, что случилось с Intel. Еще в 2012-м компания инвестировала в ASML в 4 миллиарда долларов. Samsung и TSMC подключились в 2014 и 2015-м, вложив вдвое меньше. Потому что проблемы с производством изнутри видны задолго до того, как это всплывет в прессе. И начались они еще с Бродвола. Он вышел в низкочастотном. Для Intel не было сюрпризом, что старая DUV технология работает на пределе. И возможно, десятку с высокой плотностью изначально планировали под экстремальный ультрафиолет. Но нормальные сканеры задержались минимум на 2-3 года. То, что сейчас есть у TSMC Samsung, это старые модели с низкой производительностью. Их применение носит ограниченный характер для нескольких слоев процессора. Однако, планы были заявлены. И смелые идеи, в частности, размещение подводящего контакта под затвор, пришлось переложить на старый мультипат ринг. SAQP. Это самый сложный и дорогой вариант. В результате у Intel получается что-то вроде этого. А должно быть так. Если сравнить с TSMC, то их семерка менее плотная, чем десятка Intel. Теперь, когда анонсирована свежая модель сканера, Intel также строит заводы. У них будет новая архитектура на новом техпроцессе. И скорее всего срок. Произвести 7 нанометров на EUV сканерах не самая сложная задача. Это их минимум возможностей. На новых сканерах индустрия подойдет к пределу покремния. И как будут выкручиваться дальше, неизвестно. Вот такие ближайшие перспективы. Закон Мура пока еще жив. На ближайшие 10 лет прогресс нам гарантирован. За это время могут довести до ума графен или фотонику. Либо придумывать что-то еще. Посмотрим. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе новейшей технологии. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...